28 апреля Всемирный день охраны труда История Всемирного дня охраны труда начинается с 1989 года, когда профсоюзами и работниками был проведен День памяти погибших работников в США и Канаде в память о тех, кто пострадал или погиб на рабочем месте. Десять лет спустя более чем в ста государствах планеты стали проводиться акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания людей и чиновников к различным проблемам, связанными с охраной труда. Под нынешним названием ВДОТ впервые стал отмечаться в 2003 году по инициативе Международной организации труда. МОД, официально учредив этот день, преследовала цель привлечь внимание к масштабам проблемы. По данным МОД на рабочем месте ежедневно в мире погибают 5-6 тысяч человек, причем ежегодно эта цифра увеличивается приблизительно на 10%. К Международному дню, посвященному охране труда, мы предлагаем читателям небольшой список фильмов. В данной подборке отображено все многообразие жанра по тематике, времени и месту действия. Рабочие царской России и мексиканские мигрантки в современном Лос-Анджелесе, итальянские станочники эпохи золотого 30-летия и валийские шахтеры времен тетчеризма. С разным уровнем понимания, но все они борются за лучшую жизнь и справедливое общество. Стачка. 1923 года. Режиссер Сергей Эйзенштейн. Классическая немая лента Сергея Эйзенштейна, его первая полнометражная работа, которая должна была стать частью масштабного цикла картин о революционной борьбе. Это экспериментальный фильм, созданный Эйзенштейном на стыке разных стилей и подходов. С одной стороны, в картине отсутствуют главные герои, ключевые персонажи, четко выраженная драматическая фабула, что делает основными действующими лицами противостоящие друг другу классы в целом. С другой, почти все положенное коммерческому кино в соответствующую эпоху, трюки и приемы присутствуют в ленте в изобилии. Соль земли. 1954 год. Режиссер Герберт Биберман. В округе Гранд, Нью-Мексико с 1950 по 1952 год проходила забастовка шахтеров. Фильм «Соль земли» посвящен именно ей. Более того, в картине снимались сами шахтеры, участники событий, что делает ее в некотором смысле документальной. «Соль земли» раскрывает многие стороны профсоюзной борьбы, которые обычно остаются за кадром. Особенно сильно авторам удалось передать атмосферу бытового общения и трудный процесс коллективного принятия решений. Рабочий класс идет в рай. 1972 год. Режиссер Эллио Петри. Социальный итальянский фильм режиссера Эллио Петри с Джаном Марией Волонте в главной роли. Лента получила приз «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале в 1972 году. Композитор Энио Морриконе. Округ Харлан. 1976 год. Режиссер Барбара Коппел. Единственный в полном смысле документальный фильм в этой подборке снят начинающим режиссером Барбары Коппел, проживший среди шахтеров округа Харлан 3 года и отснявший более 50 часов экранного времени. Фильм рассказывает о знаменитой бруксетской стачке 1973 года, получившей название «Кровавый Харлан», когда 180 горняков со своими женами выступили против руководства угольной шахты и горно-обогатительного комбината, расположенных в округе Харлан и принадлежащих компании «Дьюк Пауэр». Кулак. 1978 года. Режиссер Норман Джуйсон. Джонни Ковак. Вымышленный профсоюзный лидер. Американская культура могла бы создать комикс на основе истории этого персонажа. Главную роль в фильме исполнил Сильвестер Сталлоне. Идеальный актер для роли простых, но героических парней. Кулак является одним из самых сильных мотивирующих профсоюзных фильмов. Участие Сталлоне сделало его, пожалуй, одним из самых известных фильмов в своей категории. Норма Рэй. 1979 год. США. Режиссер Мартин Рид. Этот фильм получил два Оскара в номинации «Лучшая песня» и «Лучшая актриса». Салли Филд. Картина рассказывает историю двух ключевых персонажей – работницы текстильной фабрики Норма Рэй и профсоюзного организатора Рюбина Варшовски. В фильме, кроме прочего, очень хорошо прослеживаются именно те специфические проблемы, с которыми сталкивается женщина-профсоюзница. Нехватка времени на детей, ссора с супругом, вынужденным справляться с традиционно женскими обязанностями. Норма не спит ночами, ей приходится выполнять много бумажной работы, часами обзванивать по спискам работников фабрики. Да, профсоюзная работа – это не только забастовки красивой речи в цехах. При всем при этом фильм в высшей степени позитивен. Он рассказывает историю успеха. Демонстрируя сложности на пути профсоюзной организации, он учит преодолевать их, буквально заражает уверенностью и оптимизмом. Мэттон. 1987 год. Режиссер Джон Сейлс. Фильм, повествующий о событиях начала 20-х годов прошлого столетия в шахтерском городке Мэттони в Западной Вирджинии, приведших к кровавому столкновению, известному как Битва в Мэттоне. Мэттон – глубоко американский фильм по форме и содержанию. И вместе с тем он демонстрирует, уничтожая те штампы и стереотипы, что породила голливудская коммерческая культура. Поражение горняков в Западной Вирджинии в начале 20-х годов было жестоким. Однако оно послужило уроком для американского рабочего движения, добившегося в последующие годы существенных успехов во многих отраслях экономики. Хлеб и розы. 2000-й год. Режиссер Кен Лоуч. Название фильма происходит от знаменитой одноименной песни, написанной Джеймсом Оппенгеймом в 1911 году под впечатлением от речи Розы Шнайдерман, в котором социалистка, феминистка и профсоюзница заявила, что рабочему классу нужен хлеб, но нужны и розы. Северная страна. 2005 год. Режиссер Ники Каро. В фильме «Северная страна» рассказывается о пути простой американки, трудящихся на руднике. Ни слова о пресловутой американской мечте. Речь идет о выживании и борьбе за человеческое достоинство. В главной роли Шарлиз Терон. Эта история борьбы и победы основана на реальных событиях. Сделано в Даггенхэме. 2010 год. Режиссер Найджел Коул. В этом фильме рассказывается о событиях, произошедших во время забастовки 1968 года на автозаводе Форд Даггенхэм, когда почти тысячи работниц швейного цеха протестовали против дискриминации по половому признаку и требовали равной оплаты труда между мужчинами и женщинами. Причиной конфликта послужило введение новой системы классификации трудовой деятельности. И проиграли бой. 2016 год. Режиссер Джеймс Франко. Драматический фильм режиссера Джеймса Франко по одноименному роману Джона Стейнбека, автора «Гроздьев гнева» и лауреата Нобелевской премии. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 3 сентября 2016 года.